вот это я чуть затронула у нас вебинар просто кончился а я стараюсь чтобы было понятно не так специалисты они себя называют почему-то экспертами они говорят там доктор наук кандидат как правило это такие же простые как мы с вами только отдай более доверчиво вот значит смотрите это я взял из интернета кто с вас будет спорить школе проходили в сельхоз вузах проходят глюкоза обеспечивает растение необходимой пищей глюкоза заметьте глюкоза основа всего глюкоза посредством процесса называемого фотосинга вы не спорите я нет этот процесс помогает растениям преобразовать энергию получаем от солнечного света в сахар поняли глюкоза переходит сахар который помогает питать растение питать растение вот фотосинга приходит происходит при сочетании глистов газа воды в свете самое главное эти спереди цель зачем забывают что этот процесс происходит в листах они про это у них как-то не сходится им сказать что лишние ветки а скажем эти лишние ветки они показывают голыми и отрезать отрезают или там эти черточки черточки мы еще посмотрим на а то что они отрезают огромное количество листьев и уже от лист этот никогда не выдаст глюкозу сахар питание а питать то ему надо что надо его питать внимание еще раз вот повезло мне что у меня такой этот самый напарник ну повезло не говоря ну куда уже вот везет же чуть искал дураку что нос табаку смотрите ко всему что я говорю что нижние скелетные ветки они не обязаны плодоносить они обязаны выделять глюкозу не каждая ветка не каждая почка дает яблоко или абрикос не каждый и не может каждый это вообще невозможно и не каждый год потому что нужно запастись сегодня даже завтра умрешь оставшись оставшись это самое ну представь себе толстяка который не может жрал 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 а потом ему раз по какой-то причине три месяца нет еды и он умер а другой питается умеренно у него холодильник и на черный день осталось там еды растянул и пережил этот период голода вот примерно так как с людьми и вот когда у меня было все готово что нижние скелетные ветки что это их работа что они кормят все дерево целиком и вдруг пах я нахожу на сайте темирязевской академии это прямо для меня праздник николай иванович привет может кто-то скажет что я тебя тут это самое превозношу потому что на темирязевской академии написано выпускник темирязевской академики академии курдюма и он вот как ну как я сам не загадался вы теперь у нас двое зато назвать корням направил корням как после этого может отрезать скелетные ветки уменьшаем морозостойкость высшая общее количество листьев уменьшая фотосинтез уменьшая количество глюкозы а как дерево кормить а вот и вот он пишет листы вырабатываете что такое наш симбиоз что такое два человека еще темирязевец а значит про него сказали так между нами девочками когда он железом связался хотите ребята сказать когда он связался железом его книгу написать сказать правду сказать они сказали он неправильный темирязевец сейчас все можно сейчас никто не скажет что вот это вот херня вот это вот стрелки вверх и вниз вы понимаете как он мне помог лисе вырабатывает питаете вещество от этот это вы поняли почки образуются только по черешками листьев но мы еще про это будем проходить и вот он секрет нижних веток вот понимаете я вот и сюда самым не говорят даже брат говорит давай все сначала и начинаю с посадки этих старым все знают ветераны старой гвардии 1 притока нет и не будет я уже смирился с этим вот секрет нижних веток поняли да вот это вот приход сюда пошла для чего чеки и вот и вот смотрите я не люблю быть голословным я не любит репачок откуда взялось вот это дерево которое нарисовал конечно художник но это старинная книга девятнадцатый век согласно вы знаете смотрим внимательно почему нижние скелетные ветки вот это нормально вот самая правая правая казалось бы нормально но эта почка привита а здесь почему объясняю друзья это очень важно мне нужно докопаться до полной стопроцентной истины почему нет садов и что надо делать чтобы они были и простите меня за критику я так не могу я буду говорить свое а что я могу свое сказать без этого все на на этом основано на критике и так это двухлетний саженец первый год он явно был посажен и он очень долг 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 слабенький слабенький очки и не это знакомо и у меня так и у всех так же потом на второй год несколько верхних почек он прижился дал хиленький как правило не потом даже не вступает плодоношение отдал нормальный скелет вот отсюда вот и тогда эти специалисты девятнадцатого века а потом пошло автоматом не знаю роль глюкозы не знаю роли этих самых вы понимаете что вот здесь он взятого не столько примерно половину листья согласны а сколько здесь она несколько десятков согласны а все это агротехника была и в 19 но шла к нам с юга с юга с юга вы знаете я уже десять-пятнадцать человек начиная с ламарка начиная с этого самого черта дарвина начиная с темирязева я их превозносил а несколько фамилий молчу там было так это белоруссия литва значит украина польши украина подчеркиваю но считайте руку русской украины ну вспомним там генерал раевский где у него сам крыму кельсонская область это не украина генерал раевский ну что делать когда-то огнем мечом завоевали а потом сады посадили там у него там вилла была и вот получается что там сложилось так что вот можно было вот это все ободрать ах они не плодоносят и хрен с ними раз вот так вот и ничего сходила с рук извините у нас это с рук не сходит это миллионы потерь вот эта граница неопределенная это мы с кордем его разделили садоводство на южная северная а вот этот давляет вот сейчас любую статью возьми найдете вот эту фотографию и никакой нет а ужаса вот этого что искали середина и вот эти деревья вот эти раз уж так получилось вот эти веточки коротенькие и как правило без бывает несколько плотиков я сам наблюдал было редко бывает много но резко вот а их признали бесполезными ну даже если поняли просто бесполезно их нельзя отрезать хотя потому что искалечив дерево она умрет потому что это все внутри мороз делает все это хрупкое все это вот а умирать начинает сверхушек а люди этого не знают ах умирает сверхушек исакова ольга все сразу бегом за этим за это химикатами не понимаю ничего этого пойдем дальше вот пусть этого рассказывал поняли да их нельзя трогать даже если не плодоносит а это фотосинтез для корней повторяю читаем мой постулат учитель нужен но еще одна книга постулат железа отрезана с нижней ветки это потеря глюкозы и перерезанные сосуды люди не знают что там творится когда вот эти рано-рано-рано и рано-рано-рано я специально рано-рано-рано-рано сосу сторона рано рано-рано-рано-рано-рано-рано-рано-рано-рано то это искусственное все как потом мимо там вот эти ради которая тут же отardяет обрезает как-то кого-то пойдет как как они как не пойдет теперь формируем его back кроны. Это уже не постулат, это я ерничаю. Памерок, как кроны. Артель на прасе и святельный труд. Ну, например, вот сейчас я вам открываю вот эту вот. Я всю книгу вам не могу цитировать. Ну, допустим, смотрите. Нужна она будет, нет? Особенно уже не вам, а может быть, новичкам. Мои доводы. Ну, вот об этом тема. Вот это, вот это, вот это. Мои доводы. Проникновение мороза и уменьшение древесины. Уменьшение морозостойкости. Проникновение инфекций и грибов. Прекращение кровотока выше и ниже раны. Соответственно, разрушение коры и камбия, отмирание веток. Нарушение программы развития дерева. Уничтожение части солнечных батарей в скобках листьев. Частичное уничтожение кроны, зонтика. Второе предназначение которого с помощью листьев отводить дождевые воды от штампов. Их разрушает сырость кончиком корней. Студенты про это что-то знают, а? Ольга Исаакова. Вы что-нибудь слышали об этом? Я еще покажу ваше творение. Субтитры создавал DimaTorzok